Привет! Это Никита Сологуб. В нашей стране есть такие загадочные явления. Они существуют как бы параллельно обществу, законам физики или, например, Уголовному кодексу. Одно из таких явлений — это воры в законе. Узнаете ли вы вора в толпе людей в метро? Можно ли им вообще ездить на метро? Как он должен одеваться? Сколько ему лет? Нужно ли ему выделяться внешне? Представить все это довольно сложно даже мне, хотя о ворах я писал не раз. С апреля 2019 в Уголовном кодексе появилась новая статья, попадающая под суд присяжных, 210.1, занятие высшего положения в преступной иерархии. Для нее посадить вора было сложно. Как правило, эти люди не совершают преступлений своими руками, а по сути лишь выступают в качестве такого морального камертона, арбитра в криминальной среде, решая споры внутри нее. Поэтому силовикам приходилось выкручиваться. На сайте МВД регулярно появлялись новости, типа так называемого «вора в законе задержались с несколькими граммами героина». Вряд ли все эти люди баловались героином. Наверное, просто таким способом оперативники и лишали человека свободы, и немного понижали рейтинг криминальных авторитетов в информационном поле. Но теперь есть специальная статья. И чтобы посадить человека, достаточно лишь доказать сам факт занятия им высшего положения в преступной иерархии. Но как его докажешь? Человек даже не судим ни разу, живет семейной жизнью с детьми и женой, сам статус вора отрицает. В МВД посчитали, что для этого достаточно косвенных доказательств, показаний других заключенных, называющих его авторитетом, распечаток с сайта Prime Crime, редакция которого долгие годы собирает биографии воров, но они отрицают, что сама получают их от оперативников, экспертиз по татуировкам, в которой говорится, что купола или звезды на плечах может себе позволить набить только истинный вор. Когда я изучал эти дела из разных регионов, у меня сложилось мнение, что занимающиеся ими оперативники просто решили, что человек, о котором идет речь, вор. Поэтому и с доказательствами не надо заморачиваться, а собирают их для галочки. И я все думал, ну неужели обычный человек в это поверит? Как я и ожидал, оказалось, что россиянам гораздо проще встать на место обвиняемого, чем поверить в доводы полицейских. Вчера был вынесен уже второй оправдательный приговор по этой статье. Подобных дел сейчас расследуется уже больше десятка. И мое предсказание, все их фигуранты будут просить о суде присяжных, а оправдательных приговоров станет только больше.